Джибриль – это первое дышащее творение Аллаха, первое творение, наделенное душой, не имеющей родителей. Как же он появился на свет? Представим себе маленьких детей. Они рождаются, делают первые звуки, открывают для себя что-то новое. А как насчет ангелов? Как насчет Джибриля, мир ему? Что же он произнес, появившись на свет? Саид ибн Мусайеб, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что когда ангелы появляются на свет, они восклицают «Ля хауля ва ля кувата илля биллях» – «Нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха». Мы не обладаем этой силой. Таким образом, появившись на свет Джибриль, первая душа во вселенной сказал «Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха». Пророк, салляллаху алейхи вассалям, рассказывает нам, согласно одному хадису, «Мне было дозволено рассказать вам лишь об одном ангеле, об ангеле, который держит трон Аллаха, свят он и велик». Расстояние между мочкой его уха и плеча составляет 700 лет. В повествовании, приведенном Ибн Хузаймой, пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал «Птица может покрыть это расстояние за период в 700 лет». Как же определить, какой ангел величественнее, а какой поменьше? И как их можно сопоставить с Джибрилем, мир ему? Имам Ас-Суюты, да помилует его Аллах, говорил, что величие ангелов зависит от степени ответственности, которой они наделены. И сразу это наводит нас всех на мысль, что Джибриль, мир ему, намного величественнее остальных. Он важнее всех ангелов по статусу и больше их по размеру, поскольку ему велено исполнять наиважнейшие поручения. Возьмем, к примеру, народ Лута, мир ему, чей город со всем населением был уничтожен прикосновением лишь кончика одного из крыльев Джибриля. Весь город со всеми его жителями был приподнят и разрушен одним лишь кончиком его крыла, что еще раз подчеркивает великую мощь Джибриля, мир ему. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал, что Джибриль, мир ему, пребывает прямо перед троном Аллаха, Свят Он и Велик. Как же он выглядит в своем естественном виде? Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, рассказывает, я видел Джибриля, у него было 600 крыльев, не два, или же три, или четыре, а 600 крыльев. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, рассказывал, что он заполнял всю линию горизонта, восседая на троне, предоставленном ему Аллахом, Свят Он и Велик. Описывая его, пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, говорил, что крылья его не просто расправлены, а с них постоянно ссыпаются драгоценные рубины и жемчужины. Согласно хадису, приведенному в сборнике имама Ахмада, пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, цвет его крыльев зеленый, и внешняя сторона его стоп тоже зеленого цвета. Нет ни одного божьего пророка, в описании жизни которого не упоминался бы Джибриль, на полном серьезе. Стоит только почитать истории жизни пророков, и вы сами обратите внимание на упоминание Джибриля, мир ему, представленного в определенном виде или же форме. Он постоянно присутствует, ведь он был неспослан 124 тысячам пророков. В хадисе, упомянутом в Муснаде имама Ахмада, говорится, что среди 124 тысяч пророков 315 были посланниками, то есть русуль, и он был неспослан к каждому из них, чтобы учить их, простить их, оказывать помощь и оберегать их. Он постоянно был на месте. Вспомним, когда Адам, мир ему, был изгнан из рая. Разве Аллах, Свят Он и Велик, общался с ним напрямую? Нет. Уже с тех самых пор Джибриль был посредником между Аллахом и Адамом. Когда же Адам скончался, люди не знали, что делать с его телом, поскольку до этого они еще не сталкивались со смертью. Тогда Аллах отправил Джибриля, мир ему, с группой ангелов. Они омыли тело Адама, мир ему, обернули Адама, мир ему, и они похоронили Адама, мир ему, так, как подобает. Следовательно, мы видим, что Джибриль имел место с самого начала, еще со времен Адама, мир ему. В одном из самых длинных хадисов, приведенном в сборнике «Сахих аль-Бухари», говорится, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывает историю хаджр, как она метается между Сафой и Марой, с младенцем Исмаилем в руках, в поисках какой-нибудь помощи в абсолютно пустынном и безлюдном месте. Помните эту историю? И пророк продолжает рассказ, как вдруг она услышала какой-то шорох, на что она выкрикнула «Выходи, коль пришел с чем-либо благим». И согласно словам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это был сам Джибриль, мир ему. И тогда Джибриль ударил своей пяткой об землю, после чего из земли тут же стала пробиваться вода, огромным потоком. Из земли стал биться замзам. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Да смилуется Аллах над матерью Исмаиля, которая обложила источник землей, испугавшись, что вода разольется по всей местности и затопит все вокруг». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Не поступи она таким образом, то всю землю затопила бы водой из источника замзам». Субханаллах. Подумайте только над этим чудодейственным источником замзам. Знаете его размеры? Всего лишь 8 на 3. А ведь даже согласно официальному исследованию, его производительность составляет 8 тысяч литров в секунду, то есть 691 миллион литров в день. Замзам. Подумайте, сколько это миллионов бочек. Субханаллах. Люди постоянно пьют из него воду. И за все это время он ни разу не иссяк. А все началось с одного удара стопы Джибриля. И по сей день мы пьем эту воду. Эта связь между нами и Джибрилем, мир ему, продолжается и по сей день. Субханаллах. Когда Ибрахим, мир ему, и Исмаил закончили строительство Каабы, Ибрахим, мир ему, воззвал, «О Аллах, научи нас обрядом». И тогда, согласно преданию пророка, Аллах отправил Джибриля, мир ему, вместе с Ибрахимом, мир ему. Шаг за шагом Джибриль совершил все ритуалы хаджа. А когда шайтан попытался укусить его, на всем известном месте, именуемом Джамарат, то именно Джибриль велел Ибрахиму бросить в шайтана камни. И вот сегодня, на том же месте, в память о том случае с Ибрахимом, мы делаем то же самое, бросая камни в шайтана. А пророк Юсуф, мир ему, у вас когда-нибудь ассоциировался с Джибрилем, мир ему? Можно прослушать целый цикл лекций, посвященные пророку Юсуфу, и ни разу не услышать упоминания имени Джибриля, мир ему. Хотя он есть. А знаете, где он впервые сталкивается с Джибрилем? Когда его братья бросили его в колодец. Когда Юсуф стал падать вниз, его поймали руки человека, которого он еще никогда не встречал раньше. Это был Джибриль, мир ему. Джибриль поймал его, чтобы смягчить его падение. Поистине, Аллах не теряет тебя, и Аллах не дает тебе пропасть. И в случае с Алисой, мир ему, Аллах, Святу на Велик, говорит, мы поддержали его Святым Духом. Аллах, Святу на Велик, говорит об этом, как о милости по отношению к Алисе, мир ему. Я поддержал тебя, Святым Духом. Единственным ангелом, который мог подняться и спуститься вместе с пророком с небес, был Джибриль. Когда же обидчики пророка Алисы сготовились распять его, ангелом, пришедшим ему на помощь и вознесшим его на небеса до последующего решения Аллаха, Святу на Велик, о его возвращении, стал Джибриль, мир ему. Когда же пророк, саляллаху алейхи вассалям, впервые увидел Джибриля? Еще будучи маленьким ребенком. Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывает нам, что пророк, саляллаху алейхи вассалям, был таким же, как все ребенком. Бегал, играл с другими детьми. Это было в год, когда не стало его матери. На этот момент пророк, саляллаху алейхи вассалям, был уже круглым сиротой. У него не было ни мамы, ни отца. За ним ухаживали все по очереди. И несмотря ни на что, он был жизнерадостным ребенком. И вот однажды, когда он играл на улице с другими детьми, один незнакомый человек вдруг схватил его, бросил его на землю. Увидев это, все дети разбежались, чтобы рассказать о случившемся своим родителям. Они стали кричать, «Мухаммада убили!» Пока они бежали сообщить своим родителям, пророку, саляллаху алейхи вассалям, оставалось только ждать, что с ним собирается сделать этот незнакомец. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, рассказывает, «Он прорезал мою грудь и раскрыл ее. Он вызволил сердце пророка, саляллаху алейхи вассалям, вытащил из него нечто и сказал, «Это часть дьявола, что находилась в тебе». И он бросил нечисть на землю. После чего, как рассказывает пророк, саляллаху алейхи вассалям, он намыл его сердце в золотой чаше, с водой замзом, и поместил его обратно в тело пророка, саляллаху алейхи вассалям. К этому времени дети вернулись, и его грудь уже была зашита. На протяжении 34 лет пророк помнил этот случай, но не осознавал его смысла. И только через 34 года в возрасте 40 лет, согласно рассказам Аиши, да будет доволен ею Аллах, пророк, саляллаху алейхи вассалям, стал видеть вещи и праведные сны. На протяжении 6 месяцев пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вдруг стали сниться вещи и сны, ясные, добрые сны. Он привидел приближение чего-то хорошего во сне, визита гостей, например, и на следующий день к нему приходили гости в том же виде и в той же самой одежде, в которой он накануне видел их во сне. Он видел похороны, Джаназу, и проснувшись на следующий день, обнаруживал, что кто-то скончался и его хоронят. И так на протяжении 6 месяцев подряд. Чтобы ему не приснилось, на следующий день становилось явным. Все это уже наводило его на мысль, что с ним происходит что-то неординарное. Все это еще раз дает нам поразмыслить, почему вдруг, ни с того ни с сего, он начинает уединяться в пещере, медитировать и молиться. С ним явно происходит что-то странное. Как вдруг, согласно рассказу Аиши, Аллах вселяет в нашего пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, любовь к уединению. Он предпочитает быть один. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, удаляется от всех, поднимаясь высоко в горы, к пещере Хира. Это около двух часов подъема. Однажды, находясь в пещере, ему является Джибриль Мириму. Кто помнит, в каком облике ему явился Джибриль? В облике ангела или человека? В облике человека. Тогда вы спросите, почему же пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, был напуган? Вы только подумайте. Два часа вы поднимаетесь на вершину горы, и вдруг, откуда ни возьмись, у входа в пещеру перед вами стоит незнакомый человек, и, не произнеся ни слова, просто пристально смотрит на вас. Позже, посредством ниспосланного откровения, мы узнаем, что произошло с пророком, салли Аллаху алейхи вассалям, когда он вернулся к Хадидже и рассказал ей о случившемся. «Тот человек, который приходил ко мне во сне, явился передо мной наяву». Это говорит, что пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, уже видел Джибриля во сне. Он думает про себя. «Как же странно! Кажется, что я не сплю. Все это вроде не сон». Именно поэтому Джибриль схватил и обнял его, дав ему ощутить и убедиться, что все это происходит наяву. Ик-кура. Читай. С этого началось откровение пророку, салли Аллаху алейхи вассалям. И не только это, дорогие братья и сестры. Самый простой способ окружить себя ангелами – это начать читать Коран. А знаете почему? Потому что ангелы не были наделены способностью читать Коран. Для многих из вас это может показаться странным. Как? Ангелы не могут читать Коран? Да. Но они могут лишь слушать его. Существует всего лишь несколько ангелов, которые были наделены способностью читать Коран. Понятно, что это Джибриль, мир ему. И еще несколько ангелов. Но в целом они могут только слушать его. Поэтому, когда вы приступаете к чтению Корана, ангелы становятся вашими свидетелями. Они собираются вокруг людей, читающих Коран. Они любят слушать его, поскольку не умеют читать. Субханаллах. Какую бы тяжелую ситуацию не испытывал пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, Джибриль, мир ему, был постоянно рядом с ним. Абу Джагль однажды поклялся, если этот человек снова посмеет на наших глазах ударить лицом в грязь перед самой Каабой, то я клянусь лятам и уззай, он поклялся идолами того времени, что я раздавлю ему горло и убью его, после чего Мухаммаду придет конец. И тут выходит пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, и начинает молиться перед Каабой. А Абу Джагль начинает двигаться в направлении к пророку, как вдруг он хватается за лицо, начинает кричать во все горло и убегает. Все испуганно спрашивают, «Абу Джагль, что стряслось?» Он отвечает им, «Он отвечает им, что увидел огненный ров между пророком и собой. Когда же пророк закончил молиться, то есть подвижники стали расспрашивать его, что же произошло? На что он им ответил? Если бы он предпринял что-либо, то Джибриль убил бы его». То есть, иными словами, я знаю, что Джибриль всегда рядом, и он покончил бы с Абу Джаглем. Аль-Кадри Айят является автором известного сборника по истории жизни пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, под названием Аш-Шифа, исцеление, в котором он описывает один случай, произошедший между пророком, салли Аллаху алейхи вассалям, и Джибрилем. Пророк спросил Джибриля, касательно слов, приведенных Аллахом в Коране, «Мы отправили тебя как милость к творениям». Он спросил его, «А ты сам ощутил мою милость? Ты ведь тоже часть творений. Ты предводитель ангелов. Ощутил ли ты эту самую милость?» На что Джибриль, мир ему, ответил, «О Мухаммад, клянусь Аллахом, из всех пророков ты являешься моим самым любимым. Я еще не был послан к кому-либо, кого бы я любил больше тебя. И именно благодаря тебе я обрел покой». Что он имел в виду под этим? Он говорит, «Я переживал за свою судьбу, пока Аллах не послал тебе в своем откровении следующие слова, обладающего силой и знающего высокое положение при владыке Трона». До того, как был неспослан этот аят, Джибриль был в сомнениях касательно своего назначения. Но когда Аллах послал эти слова пророку, салли Аллаху алейхи вассалям, Джибриль почувствовал милость пророка, салли Аллаху алейхи вассалям. Уже на закате своих дней, как рассказывает Абу Саид аль-Худри, «Да будет доволен им Аллах», пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, в разговоре с нами как-то поведал нам, «Аллах предоставил выбор одному из своих рабов между мирской жизнью и жизнью в присутствии Аллаха, и этот раб предпочел жизнь рядом с Аллахом». Стоит отметить, что пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, был абсолютно здоров, и на тот момент еще не испытывал никаких проблем со здоровьем. Тогда сподвижники подумали, что он просто приводит очередное сравнение, на примере какого-то раба в прошлом, перед которым стоял выбор этого мира или следующего. Но согласно Абу Саиду, услышав его слова, Абу Бакар, тут же расплакался. Только позже мы все осознали, что пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, имел в виду самого себя. Именно ему был предоставлен этот выбор, но только Абу Бакар тогда смог уловить смысл его слов. С того самого момента здоровье пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, стало резко ухудшаться. У него появился жар, он стал менее мобильным и уже не так часто выходил из дома. Он почти не мог ходить, не мог молиться стоя. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, стал постепенно сдавать. В доме его стал раздаваться плач, поскольку все знали, что конец уже совсем близко. Аиша помогала пророку, салли Аллаху алейхи вассалям, передвигаться. Она переносила его с места на место. И однажды она сильно обняла его, прижав его голову к груди, и заметила, как его взгляд упал на ее брата, Абдурахмана ибн Абубакра, да будет доволен им Аллах, у которого из кармана торчал мисвак. Аиша поняла, что он хотел воспользоваться им и спросила его, «О посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, ты хочешь эту зубную щетку, этот сивак?» На что пророк хивнул положительно в ответ. Тогда Абдурахман протянул его ей, сивак еще был совсем свежий и неиспользованный. Она размягчила его зубами и поднесла к рту пророка, салли Аллаху алейхи вассалям. Аиша рассказывает, что как только он закончил чистить зубы, к ним спустился Джибриль. Она посмотрела на пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, и увидела, как его лицо озарилось огромной улыбкой. Субханаллах. Он был так рад увидеть Джибриля. Подумай только, еще 23 года назад пророк был охвачен тревогой при одном только виде Джибриля. Тогда он еще не знал, кто такой Аллах и что он хочет от него. Но уже через 23 года самым приятным событием для пророка была встреча с Джибрилем Мирьему. Джибриль сказал пророку, салли Аллаху алейхи вассалям, «Я даю тебе выбор. Ты можешь остаться со своими сподвижниками и жить припеваючи, или же ты можешь быть рядом с Аллахом Святом и Великой». Когда пророк услышал это, он тут же ответил, «Я хочу быть вместе со Всевышним». «Я хочу быть вместе со Всевышним». Аиша рассказывает, что его душа покинула тело со словами «Вместе со Всевышним», «Вместе со Всевышним». Его рука упала, и пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, не стало. Пророк покинул этот мир, и, субханаллах, все мы когда-нибудь покинем этот мир. Как говорил пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, «Даже Джибриль умрет». Вы можете себе представить? «Даже Джибриль, мир ему умрет». Пророк рассказывал, что после дуновения в рог останутся стоять только те, кому будет дозволено Аллахом. Аллах, Святой и Велик, выстроит перед собой Джибриля, Исрафиля, Микаиля и Ангела Смерти. Все те, кто исполнял веления Аллаха. И Аллах спросит Ангела Смерти, «Кто еще остался?» И Ангел Смерти ответит, «О Аллах, твой благородный лик, твой раб, я, твой слуга Джибриль, твой слуга Микаиль и твой слуга Исрафиль». Аллах прикажет, «Забери душу Микаиля», и тогда он заберет душу Микаиля. Тогда Аллах спросит, «Кто остался?» Он ответит, «О Аллах, ты, я, Джибриль и Исрафиль». Тогда Аллах прикажет, «Забери душу Исрафиля», и тогда он заберет душу Исрафиля. Тогда Аллах спросит, «Кто остался?» Он ответит, «О Аллах, твой благородный лик, «О Аллах, твой покорный слуга» И слуга Джибриль. Мы последние, о Аллах. Тогда Аллах прикажет, забери душу Джибриля. Джибриль упадет лицом вниз с распростертыми крыльями, восхваляя Аллаха, Свят Он и Велик, и умрет, восхваляя Аллаха. Его лицо упадет на землю в восхвалении Аллаха. Тогда Аллах спросит, кто остался? Ангел смерти ответит, о Аллах, ты и я, о Аллах, больше никого. И тогда Аллах велит ангелу смерти умереть, и ангел смерти умрет. И Аллах говорит, все, кто на земле, смертны. Вечен лишь ли Господа твоего, обладающий величием и щедростью. И тогда Аллах воскликнет, где все угнетатели? Кому теперь принадлежит царство над всем и вся? Где все диктаторы? Где все те, кто убивал и мучил невинных людей? Где все те, кто высокомерно кичился в этом мире, считая, что им дозволено все, считая себя властелинами с неограниченной и неоспоримой властью? Где они теперь? Аллах воскликнет, кому теперь принадлежит властвование над всем и вся? И Аллах ответит себе, хвала Аллаху единственному и всевластному сокрушителю, и только Ему. Субханаллах. И в Судный день, согласно преданиям пророка, саляллаху алейхи вассалям, все мы будем воскрешены. Земля станет плоской благодаря величию Аллаха и от повиновения Ему, Свят Он и Велик. В тот день никто не посмеет сдвинуться со своего места ни на шаг. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, говорит, «Меня вызовут первым из людей, чтобы предстать перед Аллахом. Я предстану перед Ним и упаду ниц в земном поклоне. После чего я подниму голову и увижу Джибрилля справа от милостивого». И знаете, что он еще упоминает в этом хадисе? Клянусь Аллахом, до этого момента он ни разу не видел его. Джибриль еще ни разу не видел Аллаха, Свят Он и Велик. Взор Аллаха недоступен нашему восприятию. Только в день суда Джибриль впервые сможет увидеть лик Аллаха, Свят Он и Велик. Когда пророк, саляллаху алейхи вассалям, увидит Джибриля, он укажет на него и воскликнет, «О Господи, тот, что рядом, утверждал, что был неспослан ко мне тобой». Аллах скажет, «Ты сказал правду». С чем же связано такое поведение пророка, саляллаху алейхи вассалям, в день суда? В чем смысл этих слов? В день суда с каждого посланника будет спрошено, донес ли он послание или нет. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, встанет в защиту Джибриля, даже до того, как с него будет спрошено. Он скажет, «О Аллах, ты отправил его ко мне, и он выполнил свое задание». На что Аллах скажет, «Ты сказал правду». Будет ли возможность общения и пребывания рядом с Джибрилем в раю? Ты будешь с теми, кого ты любишь. И не только. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, рассказывает, «Я видел Джа'афара в раю, как он парил вместе с ангелами». Вы сможете воспользоваться крыльями и парить с Джибрилем в раю. Рассказывая о Джибриле, в отличие от своих лекций о сподвижниках пророка, саляллаху алейхи вассалям, больше всего я люблю напоминать, что мы можем уже прямо сейчас общаться с Джибрилем. Знаете как? По словам Анаса, приведенном в одном достоверном хадисе, Абу Тальха однажды увидел, как лицо пророка, саляллаху алейхи вассалям, озарилось радостью, и тогда он спросил его, «Что случилось, о посланник Аллаха, да будь ты всегда счастлив?» На что пророк, саляллаху алейхи вассалям, ответил, «Джибриль только что навестил меня и спросил, «Разве ты не рад, о Мухаммад, что каждый, кто произносит приветствие, саляллаху алейхи вассалям, тебе, получает приветствие салаваты в десятикратном размере от меня?» Аллах и его ангелы благословляют пророка, саляллаху алейхи вассалям. Поэтому, когда вы произносите приветствие пророку, саляллаху алейхи вассалям, Джибриль, мир ему, отвечает вам. Аллах отвечает, и Джибриль, мир ему. Поэтому, если вы хотите, чтобы Джибриль, мир ему, произнес ваше имя прямо сейчас, тогда шлите свои приветствия пророку, саляллаху алейхи вассалям. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad.